Мобильные технологии – мощное оружие уличного протеста в Гонконге. Участники демонстрации научились общаться в обход интернета, подконтрольного китайскому правительству. Помогает им в этом мобильное приложение российских разработчиков. FireChat, созданный выпускниками Мехмата МГУ, позволяет протестующим координировать свои действия и безопасно обсуждать планы демонстрации или передвижения полиции. «Ходят слухи, что правительство отключит весь интернет. А с FireChat люди могут общаться через Bluetooth. Организаторы рекомендуют нам использовать для связи в чрезвычайных ситуациях это приложение». Китайские цензоры пытаются остановить распространение новостей о протестах в Гонконге. На материковой части Китая зачистка интернет-пространства во время массовых протестов – обычное дело. Но гонконгцы, жители региона с особым статусом, к такому не привыкли. Протестующие требуют отставки главы гонконгской администрации и независимых от Китая местных выборов. Назначенный Пекином лидер отказался покидать свой пост. Десятки тысяч демонстрантов намерены оставаться на улицах дальше, требуя большей независимости региона. С воскресенья, когда в некоторых районах Гонконга обрушился Wi-Fi, мессенджер FireChat установили более 100 тысяч новых пользователей. «Здесь есть функция, которая при включении Bluetooth показывает других пользователей рядом с тобой, так что можно общаться с теми, кто находится поблизости». Разработчики говорят, что их приложение не предназначалось специально для организации митингов, но не удивлены такому его применению. «Люди устанавливают это приложение в Гонконге для того, чтобы получать и распространять информацию между участниками протестов. Таким же образом оно может применяться во многих странах, как, например, было в Тайване во время студенческого движения подсолнухов. Мы не призываем людей использовать приложение специально для протестов. Но в таких обстоятельствах оно становится средством подрывной технологии». В Гонконге FireChat одновременно использовали более 30 тысяч демонстрантов. Расстояние от одного устройства до другого – 40-70 метров. И чем больше становятся пользователей, тем дальше распространяется сигнал.